Мир вам, уважаемые коллеги, дорогие друзья, мы с вами снова на канале Психфарм.ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме и нашему девизу «Заоживых, оплакивая мёртвых» мы разбиваем, конечно, молнии. Мы сегодня будем рассказывать о интересном осложнении после приёма эссотлопрама, о котором нам, конечно, поведал зритель. Итак, о чём сегодня пойдёт речь? Вот Психфармыч нам всегда говорит, обязательно напоминайте о предыдущих роликах, потому что это очень важно. Не все смотрят ролики подряд. Ну и мы всегда рассказывали об эссотлопраме. Очень много у нас посвящено роликов, есть даже целый плейлист о том, что эссотлопрама – это селективный мгибитор обратного захвата серотонина, о том, что это патентованный противотревожный антиобсессивный препарат, о том, что это препарат очень и очень селективный, соответственно, серотонин. И даже, видите, мы здесь рекламу фирмы Lundbeck показываем. Мы, кстати, анализировали эту рекламу. Посмотрите, у нас есть специальный плейлист про рекламу препаратов. Они этим подчёркивают, что этот препарат очень и очень энергичный. В чём его энергичность заключается? Посмотрите, в каких маленьких дозах, 5-20 мг, он блокирует так называемый обратный захват серотонина. Что это такое обратный захват? Ну, вы видите, сверху нейрон, который выпускает серотонин. Серотонин достигает нижнего нейрона, действует на серотониновый рецептор, возбуждает нижний нейрон, а потом этот серотонин можно обратно забрать внутрь первого нейрона, для того, чтобы он там хранился для последующего использования, или, наоборот, для разрушения. Видите, там есть такие мясорубки, которые этим занимаются. Ну вот, препарат подходит в эту межсинаптическую щель и становится в этот самый механизм для обратного захвата. Вот эти вот самые грузовички. И серотонин не захватывается, и, соответственно, количество серотонина в межсинаптической щели увеличивается. Ну, и это очень и очень неплохо, если бы хотим активизировать серотониновые нейроны в головном мозге. Ну, вот эта гидра, к которой вы уже привыкли, означает у нас тревожные расстройства. Ну, падает активность двух тормозящих систем серотониновой и гамкорргической, и дальше голову поднимают самые различные нейроны, которые нам, собственно говоря, не нужны. Ну, они нам нужны, конечно, но не в гиперактивном состоянии. Ну, и таким образом оказывается лечебный эффект. Метан, однако, состоит в том, что кроме лечебного эффекта от того, что много слишком серотонина, и серотониновые нейроны есть, да и серотониновый нейрон вырабатывается энтерохромофинными клетками кишечника, и этот самый серотонин тоже начинает повышаться, и, грубо говоря, он начинает действовать везде, где нам не нужно. Ну, например, серотонин действует на хеморецепторы триггерной зоны, которые располагаются в дезонах геопатенцефалического барьера, хотя рядом и с мозгом возникает тошнота, рвота. То серотонин управляет перистальтикой кишечника, соответственно, если серотонина много, то это способствует и тошноте, и рвоте, и это способствует и усилению сокращения, соответственно, по носу способствует. То есть, в общем, конечно, эстетолопрам и вместе с серотералином они имеют наименее благоприятный профиль из всех СИАЗЭС в плане переносимости их в кишечнике. Но это ещё не всё. Высокий уровень серотонина, он приводит и к другим побочным эффектам. Прежде всего, серотонин тормозит наступление оргазма и эвакуляции у мужчин. Соответственно, конечно, высокий уровень серотонина не очень в этом отношении хорош. Но всё на этом не заканчивается. Видите, что либидо, удовлетворение, и этому препятствует тоже пролактин. Так вот, серотонин способствует выходу пролактина из ДПО пролактина. Ну и, соответственно, конечно, у человека повышается уровень пролактина под влиянием столь эффективных работающих селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Ну и, соответственно, падает либидо. Значит, у нас с вами, с одной стороны, есть терапевтическая активность, с другой стороны, довольно многочисленный побочный эффект. Ну и мы, конечно, сейчас хотим их немножко оценить, но хотя бы в плане воздействия на секс, потому что, вы как понимаете, мы привыкли цитировать и доказывать свои высказывания какими-то сведениями из литературы. Но перед тем, как перейти к литературе по поводу сексуальных функций на фоне эсцетлопрама, мы скажем, что мы любим рассказывать не просто о эсцетлопраме в качестве международного непатентованного названия, мы прямо называем препарат, который, на наш взгляд, считается лучшим по соотношению цены и качества. Ну, потому что есть датский препарат, который, ну, это старый слайд, сейчас я не знаю, сколько это стоит уже, наверное, цена возросла, но есть препарат, который, вы видите, называется просто лицея, обратите внимание, не Кутаб, а просто лицея, который, вроде бы, производится в Индии, но это крупнейшая транснациональная компания Виатрис, поэтому мы считаем, что, в общем, это гораздо лучше по цене и качеству, нежели чем покупать дорогущие датские эсцетлопрам. Ну, а сравнивать мы будем, конечно, с препаратом, который называется Ракон, это флооксамин, который, нам кажется, наиболее лучшим из всех флооксаминов, которые у нас есть, правда, их у нас есть не так много. Итак, возвращаемся к, например, проблемам, которые возникают у человека при сексуальной функции, в частности, проблемы возникают с РЭКС. Обратите внимание, побочных эффектов у лицея 12%, у Ракона 80%. То есть, вот это активное воздействие на серотониновые нейроны приводит к тому, что у человека проблемы начинаются, прежде всего, с оргостической функции, с эякуляцией, и, конечно, человек от этого страдает. Страдает и либидо, обратите внимание, частота побочных эффектов на лицея будет 4%, на Раконе 2%. Так что, вот что дает вот это серотониновое, с одной стороны, серотониновое воздействие, с одной стороны, более эффективное воздействие на серотониновые нейроны, с другой стороны, явно больше побочных эффектов. Есть еще побочные эффекты, о которых стоит упоминать, мы тоже о них рассказывали. Это так называемое удлинение интервала КУТЭ. Вот здесь вы видите, что такое интервал КУТЭ. Это интервал от начала зубца КУ на электрокардиограмме и до окончания зубца Т на ЭКГ. И вы видите, что это на самом деле длина этот интервал КУТЭ, он сильно зависит от того, как часто сокращается сердце. Ну и поэтому придумали так называемую форму БАЗЭ для того, чтобы исключить это влияние, чтобы был некий усередненный показатель, нормальное значение которого при формировании так называемый интервал КУТЭ. Обратите внимание, нормальное значение для мужчин очень важная цифра, кстати, запомните. Потому что многие принимают СИАЗС, сделали бы ЭКГ, спросили бы, какой у меня интервал КУТЭ. Если у мужчин меньше 430 миллисекунд, то это хорошо. У женщин меньше 450 миллисекунд, это тоже хорошо. Беда возникает тогда, когда происходит удлинение интервала КУТЭ. Само по себе оно не опасно. Прежде всего, не надо хвататься сразу за сердце, ничего тут страшного нет. Просто достаточно редко оно может перейти в такую аритмию, которая называется аритмией по типу пируэта. А вот эта сама аритмия в 10% случаев может переходить в фибрилляцию желудочков. А вот эта уже фибрилляция желудочков, это 100% внезапная смерть, если вы находитесь вне доступа скорой кардиологической помощи. Если вы не находитесь в реанимации, то, конечно, дефибриллятора рядом нет, то это внезапная смерть. Поэтому удлинение интервала КУТЭ – это просто некий маркер того, что ситуация может ухудшиться. Вот эстетлопрам, проводилось несколько исследований по этому поводу. И эстетлопрам действительно, он в этом отношении достаточно серьезный препарат. И поэтому, конечно же, там есть определенные предосторожности, мы о них рассказываем. Вот что касается, мы теперь напомнили вам про то, что такое себя представляет эстетлопрам. А теперь мы, собственно говоря, переходим к новому ослаждению от эстетлопрама. Я думаю, что психофармач нас поддержит. Значит, коммент получили. А психофармач нам говорит, всегда отвечайте на вопросы. Год пил оригинальный цепролекс или на замечании, ни о чем не жалеем. Итак, год человек принимал цепролекс, ни о чем не жалеет. То есть, он не жалеет ни о побочных эффектах, он не жалеет ни о том, что, скажем, он принимал, то есть, видимо, эффективность этого препарата хорошая, все вроде бы нормально. Давайте мы теперь посмотрим на самом деле, что это такое, разберемся. К сожалению, известный французский философ Альбер Камю, сожаление – это иная форма надежды. То есть, без отчаяния жизни нет любви к жизни. Без сожаления, в общем-то, действительно нет и самой надежды. То есть, что нам хочет сказать человек? Он ни о чем не жалеет, значит, у него нет надежды. Это с точки зрения философа Альбера Камю. Но сожаление еще рассматривается в любых словарях в качестве негативной эмоции. Обратите внимание, сожаление, чувство печали, скорби, раскаяния, вызываемое сознанием какой-либо утраты или непоправимости чего-нибудь. То есть, это негативная эмоция. И надо вам сказать, что под влиянием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина очень часто редуцируются негативные симптомы, негативные эмоции. То есть, человек, вот некоторые жалуются на то, что позитивных нет, а могут исчезнуть и негативные эмоции. Нет печали, нет способности плакать, нет душевной боли, нет сострадания, нет гнева, нет раздражительности. То есть, человек ни о чем жалеет, ни о чем не жалеет, и его ничего не беспокоит. То есть, так, как написано в этом самом комменте. Надо вам сказать, что возникновение этого осложнения селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, оно, в общем-то, довольно понятно. Дело в том, что серотонин, как тормозящий нейромедиатор, может через определенные промежуточные гаммкаргические нейроны и через серотониновые рецепторы типа 2А и 2С, он может тормозить норадреналиновые и дофаминовые нейроны и, соответственно, вызывать вот такое странное довольно ощущение, когда человек ни о чем не жалеет. Надо вам сказать, что если вот такое, ну, скажем, то, что человек ни о чем не жалеет, если это выливается, например, в творчество, то это на самом деле не опасно. Ну, как не вспомнить Есенина? Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым, увядание золотом охвачено, и я не буду больше молодым. Это ничего страшного. То есть, на самом деле, если это все реализуется в творчество, это прекрасно. Другое дело, что вот когда человек год пил оригинальный цепролекс и ни о чем не жалеет, и на самом деле это сопряжено с тем, что он начинает себя вести вот так вот, ну, скажем, как вот этот кот начинает себя вести несколько по-хамски, то это, конечно, плохо, и это, конечно, серьезное осложнение от приема цепролекса. Так что, когда вы нам пишете, что вы ни о чем не жалеете, будьте, пожалуйста, внимательны, потому что отсутствие жалости, отсутствие сожаления может быть, как ни странно, побочным эффектом от приема препарата. Как всегда, я вас очень-очень прошу, пожалуйста, комменты, пожалуйста, лайки, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал в обязательном порядке, становитесь спонсором. Нам очень надо, чтобы рассказ о препаратах, об их удивительных свойствах и о том, к чему они могут приводить. Например, с одной стороны, могут приводить к творчеству, а с другой стороны, они могут способствовать такому не очень хорошему поведению, когда пишутся различные комменты. Вы должны, конечно, это все знать. Ну, до новых встреч!